Проект «Читай быстро» представляет главные книги Майкла Мосса «Соль, сахар и жир. Как пищевые гиганты посадили нас на иглу?» 10 основных фактов, подписка, пожалуйста, незамедлительно и какой-нибудь необидный комментарий. Этот обзор записан при поддержке наших партнеров семейной экофермы Ростки, полный цикл производства Витграсса, революционного сока из ростков пшеницы, повышение гемоглобина, энергия, снижение холестерина. Ребята проводят много научных исследований и делятся результатами в своем блоге, подробности по ссылке в описании. Факт номер один. Пандемия ожирения. Проблема ожирения достигла катастрофических масштабов. Лидером печальной статистики остается США. Отмечено повышение тенденции населения к ожирению в Китае, Мексике, Франции. Причина – соль, сахар и жир. Сахар подобен наркотику. При употреблении сладкой пищи в мозгу активизируются те же центры, что и при злоупотреблении наркотическими веществами. Сахар позволяет получить кратковременное удовлетворение. Привыкая, человек без сладкого чувствует себя голодным. Опасность газированных напитков. Сладкие газированные напитки обманывают чувство голода. Вкусы разрабатываются таким образом, чтобы потребитель не утолял жажду, а хотел еще пить. В одной маленькой баночке напитка содержится около 6 ложек сахара. Сахарное блаженство. В еду добавляется максимальное количество сахара. При оптимальном количестве сахара достигается так называемая точка блаженства. Пятый факт. Переборщить с жирной пищей проще, чем со сладостями. Жир – полезное вещество для мозговой деятельности. При употреблении жира, если сравнить с сахаром, точка блаженства не наступает. Организм накапливает жир, чтобы перестраховаться от возможного дефицита. Шестой факт. Сыр не так полезен, как принято считать. Удивительно, но наибольшее количество жиров содержится именно в сырах. Писатель приводит в пример статистику, согласно которой в США за последние два десятилетия потребление сыра врысло в три раза. Соль вызывает гипертонию. Согласно заключению ученых США, натрий, содержащийся в соли, провоцирует повышение артериального давления. Однако избавиться от солонки на столе недостаточно. Люди употребляют соль дома в объеме не более 20%, остальные 80% проникают в организм с готовой пищей. Восьмой факт. Привязанность к соли – дело привычки. Соль не обладает питательными веществами. Она полезна содержанием натрия, который нужен человеку в минимальной дозировке. В регулярном употреблении соленой пищи нет необходимости. Это искусственно выработавшаяся привязка. Секрет жира не во вкусе. Почему людям так нравятся шашлыки? Майкл Мосс утверждает, что люди любят не вкусовые качества жирной пищи, а текстуру. Употребляя жирные продукты определенной консистенции, в мозгу активизируются другие центры, чем при употреблении сладостей. Заключительный факт. Отказаться от соли реально. Преодолеть солевую зависимость несложно. Достаточно отказаться от соленой еды на месяц или до тех пор, пока не выработается привычка. Придется приложить усилия, но после отвыкания рецепторов от соли несоленая еда станет вкусной. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, незамедлительно подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Майкла Мосса «Соль, сахар и жир». Вместе с «Читай быстро». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...